В субботу глава Мордовии Владимир Волков с рабочей поездкой посетил Темниковский район. Удивился ли руководитель региона роботанизированной молочной фермы, о чем говорил с актером Андреем Мерзликиным, и чем интересовался в сельском магазине, расскажет Павел Степаненко. Свою субботнюю рабочую поездку в Темниковский район глава Мордовии начал с посещения рабофермы. Это одно из немногих в республике и единственное в районе хозяйство, где нет понятия утренняя, дневная или вечерняя дойка. Коровам предоставлена полная свобода. Они сами выбирают режим питания, сами решают, сколько раз им нужно подходить к доильному аппарату. Некоторые в заботливые руки роботов придаются по пять раз в сутки. Но Владимира Волкова техническими новшествами не удивишь. Он просит удивить надоем. Слушай, а вот 5200, да? Да. Все-таки робот-то не дешевое удовольствие. Но 5200 ей достаточно для того, чтобы роботов применять. Ну, пока мы считаем, что на покупаемости выходим по бизнес-плану. На покупаемости. Без того, чтобы, значит, ну как минимум, там 6-7 минимум давать на корову, мы никогда не сделаем расширенного с производственной селе. Никогда. Будем справиться. Ну, поэтому у тебя сейчас много здесь куда стремиться. В пример глава ставит хозяйство, которое, работая с таким же, как и здесь, традиционным стадом, получает от каждой коровы и по 10 тысяч килограммов молока в год. Руководитель уверил, над повышением продуктивности здесь работают и уже имеют определенные успехи. Пешком по заповедным местам. Главу региона в Мордовском государственном природном заповеднике интересует не только природа. Первый вопрос к руководителю. Об экономике. Куристов сейчас прибавилось? Да, у нас за 7 месяцев 4 тысячи. 4 тысячи. А в прошлом году? В прошлом было около 5,5 тысяч за весь год. За весь год? Если в 2010 сравнивать, то 95 человек в 2010 и до 5,5 тысяч в прошлом году. В здешнем музее Владимиру Волкову показали и недавно реконструированную классическую экспозицию, и отдел, построенный по всем современным канонам. Интерактивный, инновационный, максимально приближенный к посетителю. Иногда с помощью увеличительного стекла. Это у вас лупа, да? Да, да, да. Там маленький экспонат, но они очень хорошо сразу смотрятся. Ну да. Хорошо. А это совсем маленький. Там такой хлоп. Экскурсоводы у каждого экспоната подчеркивают, это очень нравится детям. Глава такое стремление угодить юным туристам оценил, а кое в чем даже поправил. Странно. Наверное, я его всегда... Грязь выстрою, потому что корзинка. На этот, как его, на берег. И потом уже юного собираешь. Так с шутки начался серьезный разговор о роли заповедника и его музея в воспитании подрастающего поколения. Да, мы знаем, как его это... Юна ловить. А некоторые ведь не видели, живет в городе, ничего этого не знает. Все есть. То, что он видит в фильмах, все есть здесь у нас, можно посмотреть. Тема развивается в течение всей экскурсии, и к ее окончанию глава подводит итог. Детским просвещением следует заниматься централизованно. Далеко весь он школьник. А здесь вот то, что у нас есть, мы не смотрим. Посмотреть природу, централизованно. В принципе, дорога нормальная, из Саранска, из других районных центров. Посмотреть в деревень. Пока же среди туристов здесь преобладают жители окрестных регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. А это уже сам Темников. У крыльца местного дворца культуры Владимир Волков приветствует актера Андрея Мерзликина. Он участвует в съемках фильма об адмирале Ушакове. Как здесь, кто вы? Мы прекрасно работаем, уже второй день, без отдыха пока. И сейчас пока в рабочем периоде. Но мы пришли для того, чтобы поблагодарить вас уже за первые шаги помощи. На самом деле здесь пока вас ожидали, настолько бесцеприимно, здорово. Но у нас еще впереди очень много работы, потому что объем большой. И мы уверены, что фильм, который мы готовим, будет подоснованным. Да, уже даже познимали. Главное, для чего руководитель региона посетил Темников, это встреча с жителями города и района. Говоря о достижениях республики, Владимир Волков на каждом из пунктов задержался совсем ненадолго. Но рассказ все равно вышел довольно продолжительным. Вот его основные вехи. На фоне общего снижения Мордовия показывает рост регионального ВВП. Введен в строй и заложен целый ряд новых производств. Стабильные темпы роста демонстрируют и сельское хозяйство, как животноводческое, так и растеневодческое его направление. Все это позволяет с большим вниманием относиться к социальной сфере, реализовывать разнообразные программы. Одна из которых – ипотека на 25 лет под 5% не имеет аналогов в стране и за рубежом. А значит, путь развития, который выбирают для себя жители Мордовии, правильный. У нас нет больше богатства и ничто не приносило столько пользы для Мордовии, как наше консолидированное голосование. Ничто не приносило столько пользы. Вторая часть встречи была полностью посвящена вопросам жителей Темниковского района. Большинство из них касались ремонта и строительства дорог, но, как самый главный, Владимир Волков отметил другой. Нам нужно посмотреть еще раз, чтобы у нас не удается. Промышленные предприятия здесь, в Темникове, необходимо открыть. И я считаю, как самая из основных задач на следующую пятилетку. Предложения по открытию в Темникове нового производства последовали незамедлительно. Молодые и активные предприниматели готовы вкладывать сюда деньги и энергию. Их Владимир Волков пригласил к себе, чтобы побеседовать более предметно. Обычно встреча с населением – это финал рабочих поездок головы Мордовии. Но не в этот раз. Из уютного, но тесного зала районного ДК мы перемещаемся на просторное пастбище. Здесь при минимальном участии человека набирают вес и растят потомства коровы мясной породы. Владимир Волков отмечает это не только вклад в продовольственную безопасность страны. Подобные хозяйства помогут задействовать площади, которые до сих пор считаются малопригодными для использования. У нас в Севине, пойма Севине, вся заросла. А здесь то же самое было. Вот в предыдущие годы мы здесь стадо коровов пошли и их не находили. Они просто в траве прятались и не видно было. Как только мы их запустили, каждую кочку, вот к осени каждую кочку заметно будет здесь. Они всем видят. Чернотавый. Черный пар. То есть годы нашего детства у нас логотольки такие были. Уже вне программы поездки глава республики посетил еще одно предприятие. Здесь из молока, полученного на роботизированной ферме, которую мы видели утром, вырабатывают готовую продукцию. Еще одна, на этот раз уже последняя внеплановая остановка. Точка, где все, что вырастили аграрии, встречается с потребителем. Сельский магазин. Здесь Владимир Волков интересуется ценами и, конечно, ассортиментом. Сейчас с колбасой разберемся. Это вот, это, это не наше. Это не наше. И так по каждой группе товаров. В некоторых из них мордовская продукция оказалась представлена слабо. На что глава заметил, конкуренция, это, конечно, хорошо, но и местного производителя тоже надо поддержать. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости из Темниковского района Мордовии.